Здравствуйте любители шашек! Сегодня рассмотрим интересную тему о фиксации пассивного треугольника черных шашек А5, А7 и Б6 Чтобы их зафиксировать, нужно знать об одной жертве Итак, рассмотрим первый пример Стоит сильная коловая позиция Ход белых, ФЕ5 У черных два варианта, ЦБ6 и ЕД6 На ЕД6 мы бьем с двойным разменом Ходим АБ4 И после ЦБ6 возникает та самая жертва О которой я говорил, нужно знать ДЕ5 и ЖФ2 Несмотря на то, что белые без шашки Они сумели зафиксировать пассивный треугольник черных А5, А7 и Б6 Если ходит ЦБ6 Размен назад, ЖФ2 На ФЖ7 мы встречаем на Ж3 ЖА6, ЖА4 И на ЕФ6 ставим Рожон И так далее с победой А если меняют Коловую шашку Тогда мы жертвуем ДЕ5 И фиксируем пассивный треугольник Ходом АБ4 И так далее с победой Рассмотрим второй пример Центральная позиция Играли белыми Зиновий Исакович Цирик Против Городецкого Вениамина Борисовича Точная игра белых приводит к победе Ходит ФЖ3 На БА5 Белые поставят сильный кол С победой В партии было ЕД6 ДЕ3 На БА5 Белые нападают И после размена Снова ставят сильный кол И выигрывают Если ходит ДЦ5 Тогда нападаем Выжидаем И на оставшийся ход ЦД6 Белые забирают шашку В партии было ЖХ4 И белые меняются ЦБ4 На БА5 БЦ3 ЦБ6 И знакомые нам жертвы ДЕ5 И ЖФ2 И так далее С победой И рассмотрим третий пример В партии с Ильей Широновым Из Нижнего Новгорода Я играл белыми Знаю, что позиция ничейная Я вспомнил про жертву И решил схитрить У обоих у нас был ЦИТНОТ Хожу АЖ3 ЦБ6 И зная о жертве Я автоматом Хожу ФЕ3 С разменом назад И соперник подумал Что я ошибся Ходит БА7 Хотя после размена БЦ5 Стояла простая ничья И черные попадаются На жертву шашки И белые также зафиксировали Пассивный треугольник черных Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Шашки для всех